Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Меня спрашивают, а какое преимущество быть Гагариным? Какое преимущество быть человеком, который сейчас учится не просто на каких-то онлайн курсах, а учится тому, как въехать в страну, въедет в страну и будет в Австралии жить? Ну, у каждого своя цель, но мы понимаем, что кто-то эмигрирует, кто-то просто получит английский язык и поедет в ту же самую Канаду или США, в Европу. И таких людей, кстати, много, потому что те усилия, которые надо приложить, чтобы остаться здесь и достичь здесь какого-то уровня, вполне возможно хватит с лихвой для того, чтобы достичь этого уровня, в той же самой, например, Канаде, с гораздо большей эффективностью. Либо при тех же силах достичь более высокой позиции, либо то, что вы достигнете здесь, достигнуть быстрее. Я не говорю о том, что жизнь в Австралии лучше, здесь тепло, там нету этих надоедливых каких-то енотов и так далее. Я говорю о том, что у людей есть шанс, у людей есть выбор, и иногда ту планку, которую ставит Австралия, люди не могут или не хотят перепрыгнуть, потому что можно спокойно засесть где-то еще. Я вижу людей, которые могут, допустим, по интернету зарабатывать 150, 120, 200 тысяч рублей в месяц, и в этом случае тот же самый английский язык, та же самая квалификация, диплом, хотя бы вот эти вот курсы английского языка преподавателей, они дают возможность, дают связи, они дают возможность где угодно жить, и не обязательно это в Австралии, не обязательно в России, но мы понимаем, что большинство все-таки как опцию имеют в виду остаться и преуспеть в Австралии. Так вот, вы, я имею в виду Гагарины, вы должны понимать, что те люди, которые сейчас с вами работают, то есть я, как агент, работодатели, которые вас видят, они вас видят, они вас видят на том же самом Ютьюбе, видят ваши, они вас понимают. То есть, понимаете, важно, когда ты берешь работника, понимать, что это за фрукт. Или это честный, порядочный человек, умеющий быть лояльным и благодарным, или это такой человечек, которого и на работу-то брать стрёмно, по многим причинам. Брачок может сделать и где-то подставить, и много чего другое. Человек, который лоялен, человек, который исполнителен, человек, который достигает чего-то, и что-то это может объяснить другому, что он достиг, он и на работе такой. То есть работодатель у вас тоже видит. Работодатель – это мои друзья, это те же самые бывшие студенты, им это видно, это, скажем так, не скроешь, это заметно в нашей жизни. Поэтому Гагарину в этом плане быть выгодно. Выгодно это и в отношениях с колледжем. Вы поймите, бывают сложные времена, бывают такие скользкие вопросы во многих планах. безусловная поддержка студента учебным заведением – это вещь, которую надо еще заслужить. Вы это заслужите. Те люди, которые прошли эти онлайн-курсы, эти люди будут на особым счету. И не потому, что у них какая-то там карт-бланш есть, потому что это common sense. Вы уже однажды поддержали учебное заведение, учебное заведение не может вам отплатить злом да ваше добро. Поэтому изначально вы же не просто получаете за свои 500 долларов какие-то курсы, еще бесплатно эти курсы продлеваете в плане того, что пользуетесь материалами других. Здесь же еще идет и взаимопомощь. Те люди, которые учились, дают свои материалы тем, кто учится. А те, кто учится, дают потом материалы тем, кто учились. И оба этих кластера дают материалы тем, которые будут учиться. И потом, когда они будут учиться, они дают... То есть идет взаимная поддержка, установка личных связей, обмен, какие-то встречи. Короче говоря, вы создали комьюнити, которая удобна и работодателю. Простейший пример. Работодатель, зная, что Саша просто порой занят, и Саша дороги свои студенты, он может, и Саша не зарабатывает на этом какие-то свои проценты, они спрашивают напрямую моих ребят, зная, кто с кем уже дружит. То есть достаточно любого гагаринца, гагарина спросить, слушай, у тебя нет еще пары человек на субботу-воскресенье, поработать тут надо. И всегда найдутся люди, которым, да, субботу-воскресенье надо доработать какие-то деньги, может быть, отослать семье, может быть, быстрее купить машину, потому что тогда у него другая работа будет, или набор лестниц, тогда, опять-таки, он по-другому может работать. То есть создается вот это вот преимущество в том, что моя цель создания нашей сплоченной общины не из разнородных каких-то людей, а людей, которые в действительности имеют общие цели, ставят, у них общие интересы, это мне удобно, потому что вы являетесь тем, и даже инструментом, вы и есть та самая система, которая, ну, скажем так, самоорганизуется и принимает именно те формы, которые я должен создавать. То есть если я считаю, что я создаю эту систему, значит, я ее должен придумать для вас, то есть удобной. Если вы ее придумываете, сами организуете, мне этого делать не надо, вы за меня делаете работу. Или скажем так, мне не надо делать эту работу за вас. Вот еще одно преимущество быть Гагариным и быть частью этой системы. Я предполагаю, что вы можете посмотреть, у вас в жизни все получалось. Вы достигали того, что другие не могли сделать. И вы думаете, что вот те люди, которые, другие Гагарины, которые вас окружают, они менее сильные. Так думали галлы, германцы, когда встречали римских солдат поодиночке, может быть. Они видели, что это низкорослые, это не очень, может быть, даже хорошо вооруженные люди, потому что вооружение римского легиона не было таким sophisticated, таким изощренным. Легионер сам по себе был частью механизма. Один на один легионер обычно не мог выдержать, допустим, удары германца, который был просто на голову его выше. И, кстати, родовая знать, намного более вооруженная, чем римские воины, которые сильны там были своей системой. Но когда вы, герои-одиночки, встретитесь с действиями легиона, то есть с достижениями Гагарина, которые вместе достигают всего, а потом делятся этим между собой, и, допустим, это так, как, вы знаете, вот как в семье, да, муж и жена, у них не по полквартиры, у них одна квартира. И то, что там два человека, это не значит, что каждому полквартира, это значит, каждому квартира. Вот здесь и то же самое получается. Все достижения вас, как системы Гагарина, они распределяются поровну между вами всем. Ну, не поровну, как бы какой-то коммунистический принцип. Потому что это все интенжибл, это не какие-то там деньги, да, материальные ценности. Это, допустим, о, это студент Александра Петрова из Лойца. Ммм, все. Уже и вас и не задеть, и не обидеть, не оскорбить, да, потому что это часть систем, ведь система может ударить взамен. Ну, не надо, конечно, наглить, но вы принцип понимаете. А если вы герой-одиночка, это как у Маяковского, да, он единица что? Единица ноль. Даже очень важный не может там, тем более, и так далее. Вот здесь именно ваша организованность и многоочисленность тоже играют большую роль. И вот, как я уже сказал, все эти блага распределяются не поровну, а каждому все. Если мы говорим о интенжибл, да, вот этих вот нематериальных каких-то преимуществах. Поэтому, дорогие друзья, вы должны на это смотреть именно так. Не то, что вы должны. Вам, на мой взгляд, это выгодно. Вам это удобно. Вы просто должны понимать все эти удобства. И те люди, которые думают, присоединяться или нет, во-первых, здесь, ну, недопустимы генералы, генералы, которые без всякого на то основания начинают командовать другими. Ты сперва сделай, заслужи, помоги другим, оно уважение сразу же и авторитет возьмутся из этого. Это все видно людям. Но, если вы все люди, которые готовы работать, готовы помогать другим, вы можете рассчитывать на такую же помощь со стороны других. И, естественно, с моей стороны, со стороны колледжа, в будущем университета, если это надо будет. И очень многие другие дела, которые вы даже не знаете, даже не можете предположить, что с вами произойдет, это произойдет. И в этот момент вы увидите помощь и поддержку других людей. Вот это, дорогие друзья, и формирует движение Гагарина, и дает вот ту пользу. Я, может быть, не самый лучший оратор, но я думаю, что вы меня поняли. Спасибо.